Всем привет! Добро пожаловать в вторую часть пустых банок за январь месяц. Баночки не очень, мягко говоря. Их будет совсем чуть-чуть. Это хорошо, да, что у нас больше того, что нам нравится. Тут даже будет капелька, ну, то, что мне мама отдала. Тоже говорит, скажи, что плохо. Сейчас расскажу. Соответственно, немного продуктов, но давайте посмотрим. Значит, давайте с того, что мама отдала. Первое, значит, это у нас тоник для жирной кожи. У моей мамы кожа хоть и возрастная, но жирная. Она любит наутро матирующие продукты. Это у нас Green Mama, брусника и чистотел. Я у нее тоже попробовала как-то этот тоник. Ничем он специфически не пахнет, я бы сказала. Но он пенится, он неприятный на лице, он какой-то липкий. Ну, то есть, причем здесь жирная кожа, я вообще не понимаю. То есть, продукт оказался, ну, то есть, максимально непонятным, тем более с такой формулировкой, да, потому что для жирной кожи тоник что, да, должен делать? Он должен мотировать. Но что мне здесь еще больше не понравилось, то, что здесь есть в составе касторовое масло. Я извиняюсь, а на кой хрен оно в тонике вообще? Касторовое масло забивает поры. Если жирная кожа, да, это девочка берет, например, написано для жирной кожи. А если она у нее еще проблемная, то есть поры забьются еще больше, да, еще будет больше воспалений, как бы, ну, такое. То есть, причем, что, в принципе-то, состав здесь что еще? И бручника есть, и календула, чистотел, мяты, гомомели, салой, веры, гель, алантаида, пантенол. То есть, неплохие-то продукты. Они, кстати, делают здесь пометочкой продукт растительного происхождения. Но окей. Но продукт не работающий, он ужасный в применении. В общем, хоть и дешевый, не советую. И вот то, что маме тоже не понравилось, это отфитокосметик, крем-масло для губ, кокосовое молочко и какао. Вот здесь я была удивлена, мягко говоря, потому что я сама конкретно вот эту версию не пробовала, но и я пробовала, да, и девчонки мои. Есть такая с ежевикой, они такие фиолетовые, и облепиховая мята, что-то такое, короче. И всем нравится. А ей вот этот не зашел, но она его, конечно, вышкребала по максимуму. Какая претензия? То, что увлажнял-то он неплохо, но он, говорит, очень сложный в применении. То есть, сейчас я попробую вышкрести. Ну, хотя вот, не знаю, на мне вот, ну, мне вроде норм. Она мне, мама мне сказала, что его из стика вот так, говорит, он не тает на губах, его очень сложно наносить. И ты вот так вот это вот тянешь, тянешь, тянешь. Ну, как-то не очень. То есть, и сейчас, собственно, я ей купила, мы с ней ходили в подружку, она говорит, давай какой-нибудь бальзам, типа, да, что-то такое прям жирненькое хочу. Вот. И я ей купила в подружке, то есть, вот, собственно, такое, то, что мне машинка из Самары передавала машинку, средства супер просто, во. Это Эвелин, это у нас маска для губ, она, типа, ночная, но можно и как бальзам. И я маме взяла в подружке такую же, только она выбрала шоколадную версию. У меня это с бананом. И я и сама, ну, собственно, у меня она на губах сейчас, я как-то как красилась, так она у меня и осталась. Супер залечивает. И, как бы, вот это, она говорит, это просто небо и земля по сравнению вот с этой штукой. Дальше. Всё, теперь только моё. Значит, про мейкап. Это у нас акватинт, типа, мультифункциональный, ну, мейкап гель. То есть, вот так это выглядит, да, это у нас, ну, типа, профессиональный бренд. Вот, цвет достаточно красивый, но у него очень, здесь уже, во-первых, мало что осталось просто. Он плешивый, он, как бы это сказать, не даёт такой плотности цвета, что ли. Как базу его не используешь, как... Кстати, на камере он выглядит лучше, чем в жизни. В жизни больше дырок на руке. Я надеюсь, что вам что-то видно. Он плешивый, то есть, как базу не используешь, потому что нету плотности, да, цвета в нём. И как топпер это пятна. Ну, то есть, как бы, я его как-то, конечно, использовала, но я не советую. И как-то вот эта серия, в принципе, она меня не зацепила вот этих акватинтов как-то, да. Дальше, пудра. Сразу говорю, я её не покупала вот в недавнем времени, да, потому что только-только вот в декабре я закончила пудру от Shiseido. Понятно, что за месяц я эту не угрохала. Это из старых запасов я достала. Она была там уже типа с дыркой в центре, я её просто добила. Это MAC Pro Longwear, прессованная пудра. У меня этот оттенок был medium. У меня он по цвету отлично подходил, то есть, я не вот прям белоснежка. То есть, вот, ну, я её израсходовала в ноль, как всегда, спонжики, все дела. По сравнению с Shiseido, сразу скажу, что не очень она мне нравится. То есть, она очень-очень плотно набитая. Именно вот такая тугая, она твёрдая, она жёсткая, она сложно набирается. Ей надо долго прорабатывать лицо, чтобы за счёт, ну, как бы, хоть какое-то покрытие сделать. Поэтому конкретно её больше повторять не буду. И как-то, в общем, она мне не очень зашла. И вам тоже я не могу её советовать. Потому что даже если вы используете это, то есть, не как я соло, да, а тоналочку закрепить условно, всё равно. То есть, её надо вот, вот это вот сиди, и кисточка её. Я, причём, и кисти меняла, и такой, и помягче, и пожёстче. Эффект один и тот же. Нет. Всё. Дальше пробничек тоже из поездки кинзо. Использовала тоже в Flower by Kinzo Poppy Bouquet. Но я, собственно, когда брала, надо было сначала заглянуть в описание, что здесь написано, потому что здесь гордыня и болгарская роза. Я это увидела только потом, когда она пшикалась, чуть не задохнулась, перебивала всё это, соответственно, другими какими-то духами. Для меня это полный провал. Ну, если розу любите, вам, конечно, понравится. Для меня это просто издевательство было. Дальше. Сеттинг спрей, да, фиксирующий и ламаска из адвент календаря. Look Fantastic мне достался. Что к нему? Ну, как фиксирующий спрей, хорошо. То есть, претензий нету, нормальное распыление. У меня действительно здесь... А, нет. Ну, что-то осталось даже. Мелкое достаточное распыление. Но какой минус? Почему я его не советую и вам не советую, и сама не куплю? Он воняет. Он воняет, и я долго не могла понять, чем же он мне пахнет, пока у одной из девочек, у кого тоже адвент этот был, она в распаковке, когда... Ну, тоже, типа, каждый день окошечко открывала в Инстаграме, и она написала, что, мол, ужасный спрей горит, и он воняет автохимией. И вот в точку. Он воняет автохимией. То есть, девчонки, особенно у кого есть автомобили, да, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, вонь, она вот такой химозой пахнет. Я не уверена, что так должно пахнуть средство для лица. То есть, со своими функциями оно справляется хорошо, его удобно распылять. Это у меня, правда, неполноразмерщик, тут 30 миликов всего. Но вонисусветное, поэтому, нет, не советую. Так, дальше. Вот такая маска. Это была гидрогелевая маска. Надо было, кстати, ее, наверное, сохранить. Она была розового цвета. Это Тайян бренд, китайский. Здесь она была красной... Ой, из нее что-то течет. С красным вином. Не могу сказать, что она сделала хоть что-то. Во-первых, она очень плохо к лицу прилегала. То есть, с ней было неудобно как-то вот находиться в целом, да. И как-то, в общем, я не поняла этот продукт. Хотя, как бы, гидрогелевые маски, если они вот именно хорошего качества, они хорошо прилегают, да. То есть, и потом это вот особенно, ну, что-то на выход, да, сделать. Не работает. Поэтому, соответственно, не советую. И последнее, то, что также мне не понравилось, это у нас патчи легендарные от Skin Iceland. То есть, то, что когда-то очень активно рекламировала Крыгина. Я думаю, кто давно на Ютубе все знает. Вот у меня была пара патчей как раз. Это не гидрогелевые патчи. Они как бы, ну, как клеятся практически, да, сюда. И они просто ничего не делают. То есть, я их использовала как раз под, когда красила себе это 31 декабря. Ну, как бы, это удобно тебе, там ничего не сыпется, да, сюда. Но, как бы, как уходовый продукт, оно ничего не сделало просто. То есть, я люблю, чтобы, да, вот охлаждало, потому что те же патчи от Mixed, которые я вам показывала, обычные гидрогелевые патчи. И их также во время макияжа наклеивала и красилась. То есть, во-первых, ничего не сыпется удобненько. И вот реально прям хорошо, особенно если вот мало спали, да, что-то такое. Или, наоборот, много спали, или много выпили воды, например, на ночь. Да, что какая-то отечность. А здесь ничего просто. Ну, такое себе, с учетом ценника на Skin Iceland, наверное, нет. Вот. Все. Слава богу, что у нас плохого в этом месяце не так много. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.